В эфире самая ветреная среди экологических и самая экологическая среди ветреных рубрик программы «Галилео», которая называется, естественно, эксперименты. Что ж, друзья, мы с вами живём в эпоху химического кошмара. Ну вот возьмём обыкновенный фломастер неизвестного производителя, как обычно, и... Ой! Нет, нет, всё! Ближайшие 200 лет занимаемся только одним. Придумываем, изготавливаем и пробуем на практике экологически чистые двигатели. Какие вы знаете экологически чистые двигатели, которые, например, можно использовать на воде? Парус. Парус, друзья, гладить надо. А это тысяча утюгов, да умноженные на тысячу ватт каждый. Это тысяча утюгов, да на тысячу ватт сумасшедшая энергия получается, друзья. Да. Поэтому мы вместе с одним известным человеком, а зовут его настолько известный, что я не помню, как его зовут, Антон Флетнер его зовут, мы с ним вместе придумали замечательный двигатель. Правда, он придумал немножко раньше. Он придумал в 924 году, а я вот только сейчас. Но суть от этого не меняется. Вот как он выглядит. Это, естественно, модель. Значит, обыкновенный бак. Сюда заливается бензин. Нет, не так. А, по-другому, да. Это не обыкновенный бак, это обыкновенный цилиндр. Пустой. Этот цилиндр мы сейчас будем вращать с помощью электродвигателя. Электродвигатель, как вы знаете, это бесконечно экологически чистый вид двигателей. Так вот, у нас вращается цилиндр, так? И вокруг него вращается воздух вместе с цилиндром. Когда внешний поток попадает снаружи на этот цилиндр, то с той стороны, где совпадают потоки, у нас будет быстрее двигаться воздух, а с той стороны, где они идут в противофазу, будет медлее двигаться воздух. И по закону Бернули, там, где поток быстрее, там давление меньше. Соответственно, наш корабль, не побоюсь этого слова, будет двигаться из области повышенного давления в область пониженного. Понятно? Ну, это все теория, друзья. Скучная монотонная теория. А как на практике обстоит дело? Давайте проверим. Включаем наш электродвигатель, который приводит в движение замечательно отцентрованный цилиндр. Цилиндр завращался. А теперь создаем внешний поток с помощью двух замечательных частей тела Карлсона. Поехали. Дует ветер. Дует ветер. Еще как. И работает наш цилиндр. Вокруг цилиндра создается поток воздуха, который увлекается цилиндром, и есть внешний поток, который создается с помощью вентиляторов. Итак, проверяем в действии работу нашего корабля. Маджестик. Еще раз. Для тех, кто не верит. Смотрите-ка, что. Внимательно. Работает. А теперь давайте развернем на 180 градусов и посмотрим, как он будет катиться в обратную сторону. Итак, развернули. И давай. Странно. А, я все понял. Наш корабль будет плыть в ту сторону до тех пор, пока в эту сторону будет вращаться цилиндр. Поэтому направление движения зависит только от направления вращения цилиндра, а не от того, какой стороной я поставлю шасси. Или так поставлю. Неважно. Все время он будет катиться в одну и ту же сторону. Вот, друзья, как мы вместе с Антоном... Забываю все время его фамилию. Вот как мы с Антоном Флетнером используем закон Бернули. Да. Вот такая вот история, друзья. А знаете, кто еще использует закон Бернули каждый день в своей работе? Правильно. Правильно, вы догадались. Наверняка это делают наши с вами футболисты. Когда они ставят мяч на 11-метровую отметку, разбегаются и пинают почему-то не по центру мяча, а немножко сбоку. Мяч летит, вращаясь с высокой скоростью, и так же, как и этот цилиндр, увлекается в сторону под действием закона Бернули. И поэтому мяч летит не по прямой, а по кривой линии, естественно, на радость вратарю. Вот такая вот история, друзья. Закон Бернули есть движущая сила нашего отечественного футбола. А мог бы и разбить бы что-нибудь мог бы.